Друзья, всем привет! На тейсном канале шанс подняться. Обзор игрового дня тех матчей, которые будут в понедельник. Соответственно, у нас 14 января. На открытом чемпионате Австралии начинаем с женщин. Потому что я, честно говоря, думал сделать обзор всех матчей первого круга, но это будет реально очень долго. Более 30 минут. И короче, ну никак. Поэтому поехали. Те матчи, которые состоятся в понедельник. Ну и далее будем каждый раз делать обзор игрового дня по классической схеме, по традиции уже сложившейся. Поехали. Бонавантюр Викери. На самом деле, Исмолин Бонавантюр прошла здесь квалификацию. Неплохо выступила, кстати, на ней. А вот у Викери дела идут не очень. Последние три матча проиграны. Но, тем не менее, она в единственном их матче в 2016 году обыгрывала уже Исмолин. Поэтому, так как на Викери дают 2.94, какая-то борьба от нее, конечно же, возможно. Матч, в принципе, интересен. Но любой матч, я вам сразу скажу, с высоким коэффициентом на аутсайдера может быть так или иначе интересен. Всем это прекрасно. Те, кто ставят, мы все это знаем. Поехали. Бултер Макарова. Вот тоже я не знаю, в каком состоянии находится Макарова. 1.72 на нее коэффициент дают букмекеры. Что у Макаровой, что у Бултер. Последние четыре из пяти матчей проиграны. Поэтому, на самом деле, здесь, ну, наверное, тотал больше имеет смысл только ожидать. Так как они будут бодаться друг с другом. Ну, я не знаю, что здесь еще можно предположить. Но если уж и ставить, то, наверное, нас этот Бултер. Нежели на победу Макаровой за 1.7. Поехали. Векич, Младенович. Младенович, я считаю, что, как и букмекеры, так же 1.34 на Векич коэффициент. Думаю, Младенович без проблем проиграет и поедет домой. Хотя, если и Доминик Тим, может быть, выстрелит на этом турнире, может, и у Младенович вдохновение какое-то появится. Но все это, естественно, догадки, шутки. Нельзя это связывать с реальностью. Младенович плохо себя показала здесь. Здесь Инна в квалификации даже, если не ошибаюсь, она играла. Да, и проиграла там и Дестани Аяви, и Берел, и Штефани Фегеле. Не, Штефани Фегеле в 2018 году, а вот Дестани Аяви она проигрывала в конце 2018 года. 31 декабря за двоечку я вошла. Ну, в общем, дела у Младенович не очень, поэтому вот Векич как раз здесь фаворит, скажем так, 100%. Поехали дальше. Вандрусова-Родина. Плоховато играет Родина, но в каком состоянии Вандрусова, я точно не могу сказать. И я бы все равно, в любом случае, хоть и у них личная встреча 2-0 заканчивалась победой Маркеты, тем не менее, все-таки какая-то возможная борьба от Родиной здесь тоже рассматривается. Не скажу, что это все для Лайва, разумеется. То есть здесь каких-то железок я пока вообще не вижу. Георгис Коллинз. Мне нравится, как сейчас Георгис начала сезон. Достаточно круто победы на турнире, а Коллинз, ну, не отличается стабильностью, поэтому за 1-28, думаю, у Георгис проблем особых быть все-таки не должно. У нее было время на отдых, так что здесь проблем не будет. Калинская Соболенко за 1-17 Соболенко. Блин, ну вот было бы хорошо. У Соболенки часто бывает такое, что она входит в матч, там и начинает проигрывать 1-3, там 1-4, не знаю. В итоге даже и первый сет выигрывает, и потом второй в пух и пах разносит все на свете. Про поражение ее на турнире в Сиднее Критовой я вообще в расчет не беру, потому что она перед этим выиграла турнир в Шейнжене. Я думаю, сейчас с ней все в порядке, и она спокойно выиграет в общем. Но этот матч в лайве, если вот такая ситуация возникнет, 100% можно ставить на Арина Соболенко. Кырстя Петерсон, сложный матч и какой-то малоинтересный для рассмотрения, но я все-таки забегу сюда. У Кырстя последние два матча проиграны, 4-го числа в этом году, и Дестани Аяви здесь в квалификации, в борьбе, но все-таки проиграла. У Кырстя дела, ну, средние, она вообще в этом году еще не играла. Последний раз играла в Ухане, в Китае, проиграла Карлин Возняцкий. Я думаю, что Кырстя, как и букмекеры, 1.55 имеет шансы на победу. Понше, Гарсия, две француженки. Внимание, на Понше дают 5.05 коэффициент. Учитывая то, что Гарсия уже в этом сезоне успела кому-то там проиграть, ноунейму, и здесь две француженки, представители, с одной стороны, да, здесь, возможно, что-нибудь и будет. Возможно, что-нибудь и будет от Понше. Возможно, какая-нибудь уступочка. Ну, хотя турнир Большого Шлема, фаворитом надо собираться и не тратить силы на первый круг. Но я бы в Лайве в любом случае за этой игрой посмотрел. Она интересна, рекомендую. Дальше Уотсон Мартич. Мартич уже успела там в этом году попроигрывать немножко. София Кенин, Каролин Гарси в том числе. Вот Гарсия, кстати, еще раз, это было в конце, в конце, нет, это было в декабре, в декабре 2018 года. Ну да ладно, важно то, что у Мартич какие-то все-таки проблемки есть, и не факт, что она здесь за 1.47 будет таким уж фаворитом. Может быть, Уотсон сетик или что-то еще сможет там навязать борьбу. Интересен также Клаеву этот матч. Шарапова-Дарт за 1.31. Кстати, когда я смотрел полчаса назад, на Шарапова давали 1.28. Теперь уже 1.31. Но я не думаю, что у Шараповой сейчас будут какие-то проблемы. Я думаю, что она восстановилась. Уж первый круг она пройдет со счетом 2.0. Но это Маша Шарапова, и на Моблдоне все тоже думали, что она Виталию Дьяченко обыграет 2.0. Но, увы, то, что было, все помнят. Да, опять 1 Маша первый сет выиграв во втором вела, и проиграла в итоге матч. Это уму непостижимо, на самом деле. Но бывает этот спорт. Здесь все понятно. Шарма Хон. Две австралийки, Пресцилла Хон и Астра Шарма, которые тоже хорошо себя здесь показали в квалификации. Высокая вероятность того, вот эта вот теория заговора, да, мы ее проверим, сыграют ли эти девушки на тотал больше. Минимально тотал больше, так без рисков, там, скажем, там, 19.5 или 20.5. Если 19.5, наверное, не дают, наверное, 20.5. Проверим. Но часто такое бывает, что представительницы США и представители тоже. И вот Австралия между собой почему-то играет вот три сета. Не всегда, конечно, но проверим. Астра Шарма прицелла Хон. Бодоса Беррел. Беррел местная теннисистка. За 2.17 борьбу от нее сет также можно рассматривать. Ну, просто потому что она, естественно, местная теннисистка. И она себя здесь неплохо показала. Она, по-моему, даже Кристину Владеновича обыгрывала. Хоть она не в порядке, но в любом случае. Бетани Матексанс Зои Хайвс. Сейчас я просто по именам. Тут вообще многие новички. И я их еще не успел запомнить. Вот Зои Хайвс за 1.74, я считаю, вариант там достаточно интересный. Так, Бетани Матексанс опытная. Но все же она ветеран тенниса. Более-менее такой. И Зои Хайвс здесь хорошо себя показал. Опять же, в квалификации. Многие здесь австралийки, которые в игровом не присутствуют, они все прошли квалификацию. Многие, не все. Поэтому размялись, прибились, почувствовали корты, атмосферу. За 1.74 неплохо. Неплохо ее победу рассматривать. Слоун Стивенс уже успела отличиться в этом году и проиграть Юлию Путинцевой. Со счета 6-3, 5-3 во втором сете. Я не знаю, за какой коэффициент. Это было в любом случае невероятно, круто. Поэтому, если Стивенс проиграет первый сет, то в итоге она может, наверное... Ну, то есть, после проигрыша первого сета выиграть матч за нормально. То есть, за 1.21 никому не рекомендую брать Стивенс. Ни в какие экспрессы. Ну, потому что это ненадежная тема. Лучше в лайве поймать на нее что-то более интересное. Или же пропустить вообще. Беатрис Харатмайя со многими теннисистками играет на три сета. И с Бернардой Перой может быть то же самое. Это единственное, что по этому матчу хочу сказать. Может быть, тотал больше. Здесь, чтобы видео не затягивать. Суренко Александрова. Леси Суренко хорошо начала сезон. Кристиня Плишковой проиграла в финале турнира в Рисбене где-то. Или, ну, по-моему, в Рисбене. Может, в Окленде. Короче, в австралийском турнире, который был вот неделю назад. Ну, и как бы дала интервью, что, в принципе, своей игрой она довольна. Где-то даже лучше сыграть, наверное, бы не смогла. В хорошем настроении она пребывает. За 1.5 дают букмекеру ее победу. Но я считаю вариантом неплохим. Он с Жабертимия Бабаш. За 1.58 букмекера дают, естественно, он с Жабер победу. Но я бы вот... Вот я никогда Тимея Бабаш не списываю. Она достаточно плотная теннисистка. И чтобы ее обыграть, ну, надо, скажем так, показать некий класс. Поэтому шансы у Тимея Бабаш навязать борьбу или сет все-таки есть. Для меня этот матч интересен. Никулеско Анисимова. Никулеско на протяжении всей своей карьеры. Мучает всех теннисистов своими резанными ударами, оборонительными. Мало кто может ее обыграть. Но если ее еще обыгрывают, бывают такие ситуации. В Сван Ярфань последний раз, по-моему, была. Когда теннисисты привыкают в первом сете проигрывать Никулеску. И во втором происходит перелом игры. Они просто привыкают к защитному стилю Никулеску. И начинают ее в итоге раскладывать. Поэтому, может быть, действительно, Анисимова проиграет первый сет. А в итоге выиграет матч. То есть, вот здесь, возможно, такая борьба. Но матч очень опасный. Никулеско за 2.25 не вариант. И Анисимова за 1.66 тоже не вариант. Тут только в лайве высокий коэффициент. Ловить на этом матче можно. Пуик Павлюченкова за 1.74. Павлюченкова смотрится нормальным вариантом. Но не совсем понятно, как вообще Пуик себя чувствует. То есть, она последние две встречи проиграла. Соснович, Контовей тоже. Ну, не знаю. Без особой борьбы. Павлюченкова тоже последний матч проиграла. И Лобко, и Кудерметов. 2-1 оба раза. В борьбе что-то не хватает, чтобы дожать, добить. Поэтому сложно. Но Павлюченкова все-таки смотрится приоритетнее. Опять же, Total Boys смотрится хорошо. Сакари Остапенко. Лена Остапенко. Как по мне, так же наравне уже Сэжи Небушар. Результатов давно не показывает. За 1.61 думаю, что будет победа Марии Сакари. Которая в последнее время неплохо играет. На Кубке Хоппана успела размяться. Кантовейт Сарибисторма. За 1.17. Кантовейт. Ничего интересного. Думаю, пройдет она Сарибисторма. В неплохом она настроении пребывает. И в форме. Ван Яфань Перес. Австралийка, да, у нас. Перес. 3-3 на ее победу. Ну, кстати, интересная борьба от Перес. Естественно, за этим матчем понаблюдать очень рекомендую. Так как Ван Яфань не является высоко классной теннисисткой. Просто хорошая теннисистка. Но высокого класса точно нет. Да и китайцы играют часто. Ну, как это всегда бывает. Дома у себя гораздо лучше, нежели в других странах. Путинцева-Стрыцева. Вот не знаю почему. Мне кажется, что Путинцева потратила на предыдущем своем турнире. Много сил проиграла Кики Бертонса. Вытащила смертельный матч опять же со Стивенс. Ну, Стивенс скорее по своему таланту слила. Но все-таки Стрыцева для меня здесь интересный вариант за 1.89. Может играть с летом. Может хорошо играть на задней линии. Главное, чтобы ей хватило сил. Чтобы она не спеклась на этом австралийском солнце. Думаю, что Стрыцева за 1.89 победит. Но она легкий фаворит. 1.95 на Путинцева. Риск Бертонс. Элисон Риск Бертонс. Ну, Кики Бертонс, да. Я не сильно верю. Но все-таки, если вначале будет проигрывать Бертонс, то потом взять ее победу тоже рентабельно. В целом, Кики Бертонс проход. Херцог Кербер. Кербер раздала интервью, что готова биться. Готова идти за титулом. Никому легко не будет. По-моему, Херцог, я думаю, без проблем. Она также пройдет 2-0. Бенчич Синякова. Так, матч. Ну, как тут сказать-то. Кстати, у них по личным встречам-то Бенчич прикатывала Синякову, да, один раз. Но это было очень давно. Но у Бенчич дела, опять же, более-менее неплохо. Но матчи-то она проигрывала на Кубке Хоппана. Потом на турнире неплохо выступила. И последний раз Анне Каролине Шмидловой проиграла. Чего-то ей не хватило. Возможно, устала просто. Но здесь Синякова, вот она в последний раз играла с Мертонс. 2-1 проиграла. То есть навязала борьбу, в принципе, хорошей, высококлассной теннисистке. И здесь как раз-таки Total больше. Вот действительно интересно рассмотреть. Total больше. Бенчич Синякова. Поехали дальше. Бегу Петкович. То же самое, кстати. Вот последний раз бегу, последние 2 раза бегу обыгрывала Петкович. И 1.74 на Петкович. Все равно коэффициент она фаворитка. Фаворит в данном матче. Но я бы здесь тоже рассматривал Total больше. Потому что не совсем понятно, кто здесь может быть сейчас однозначно. Как сказать. С Петкович никогда легко не будет. Потому что она левша. В любом случае. И она на турнире Большого Шлема соберется по максимуму. Да и бегу уступать не будет. Я думаю, здесь тоже Total больше. А игрока, кто выиграет, угадывать вообще бессмысленно. Лапко Ларсон. Ларсон не впечатляет последнее долгое время. Поэтому здесь просто, наверное, Вера Лапко. Но проблемы могут быть. Но все-таки не верится, что Ларсон пройдет. Безусловно, без сенсации не обойдется. Не обойдется. Флипкин Соснович. Саша Соснович вроде как неплохо началась сезон. Показала себя. Ну, Квитовой проиграла в Сиднее. Но суть в том, что Соснович буксовала на том турнире. И сеты отдавала. Были проблемки. Как я и ожидал, честно говоря. Но и здесь то же самое. Может быть, все-таки Флипкинс подзавяжет борьбу какую-то. Хотя в целом 2-0 Соснович. Ну, я как минимум не брал бы. Да, я не брал бы Соснович победителя. Да, Данавач? Просто не в экспресс, никуда. А вот в лайве как раз-таки от Флипкинс я бы посмотрел какую-то борьбу. Подумайте, да? Барти Кумхум. Ну, неинтересно. Я думаю, 2-0 Барти разберется. Сейчас она действительно на пике. Вряд ли она в Сиднее как бы потратила слишком много сил. Плюс у нее такая комплексия, что она достаточно маленькая теннисистка. И если она и потратила даже сил, то у нее нет проблем восстановиться. К своему следующему матчу. Ван Эйтван к Возняцке. Тоже вот ожидаю от Возняцки спокойный проход. Так как все-таки турнир Большого Шлема. Пора собраться. В этом сезоне Возняцки проиграла Бьянке Андреевску. Нашей восходящей звездочке. Но, и учитывая личную встречу, и то, что это турнир Большого Шлема, и она учла все нюансы. Я думаю, что нюансы своей игры. Уж с Эллисом Ван Эйтанг она разберется. 1-18. Скорее 2-0. Квитова-Рыбарикова. Вот один из самых интересных матчей первого дня у женщин. Почему Квитова? Все, те, кто не видел, рекомендую посмотреть какие-то хотя бы нарезки. Матча в Сиднее с Эшли Барти Квитовой. Где она победила. Чудом там все получилось. И на каких-то там, возможно, вообще какую-то травму получила Квитова. Но чувствовала она себя явно очень даже плохо. Плохо в этом финале. Она была измуждена физически. Поэтому, так как букмекеры рассматривают победу Рыбариковой с коэффициентом 5.45. 5.45. Я думаю, что посмотреть как минимум за этой игрой стоит. Может быть, у Квитовой дела не очень хорошо после титула. После этого истощения, измождения. Может быть, сетик или плюс фору Рыбарикова потянет. Рыбарикова сама по себе теннисистка неплохая. И без этого может навязать определенную борьбу. Ну, это вот разбор игрового дня на понедельник. Друзья мои, спонсор канала, компания MailBet, где вы можете делать ставки по высоким коэффициентам. Удобный сайт с трансляциями, быстрые у вас средства, естественно, бонусы на депозит, фрибеты. Ссылка будет в описании. Приложение тоже очень удобное. Качайте, пишите свои отзывы, все ли у вас в порядке с данным букмекером. Тем самым поддерживая мой канал. Подписываемся на канал, ставим лайк этому видео. И сейчас пошел я писать обзор на мужичин на первый игровой день. Пока.